Новые роботы для Луны и Марса, роботы-дайверы для поиска сокровищ, шлем, позволяющий пилотам истребителей видеть сквозь корпус самолета и самая невероятная идея запуска ракеты в космос. Все самые интересные новости из мира роботов и высоких технологий в одном выпуске. Погнали! Инженеры из Сингапура создали дрон для распределения датчиков и передатчиков по обширным территориям. Беспилотник способен отправиться в нужную зону и там буквально рассыпаться на отдельные мини-дроны, каждым из которых можно управлять. По сути, после распада это уже не полет, а управляемое падение, обусловленное формой дрона и платой управления с датчиками, аккумулятором и сервомотором. Зачем это нужно? Например, для распределения в зоне бедствий небольших устройств с поддержкой Wi-Fi для связи. NASA испытала робота-скалолаза для Марса. Робот Племур-3 забрался на отвесную скалу в Долине Смерти и по пути обнаружил в скале Строматолит из Палеозоя. Такая машина вполне может взбираться и спускаться по отвесным скалам на Марсе, чтобы найти там признаки жизни. Сцепление с поверхностью роботу обеспечивают крючки на импровизированных пальцах. Когда контактная площадка упирается в поверхность скалы и начинает сжимать пальцы, сотни крючков под разным углом цепляются за малейшие неровности, прочно фиксируя положение конечности. Кстати, это не оригинальная придумка инженеров NASA. Такой способ передвижения по вертикальным поверхностям продемонстрировала компания Boston Dynamics на своем роботе Rise еще в 2009 году. Нового аграрного робота представили британские инженеры. Теперь машину научили классифицировать и собирать кочаны латука. Манипулятор на колесной платформе с захватом ножом и камерой сначала локализует кочан, а потом распознает, спелый ли он и не поражен ли болезнью. За каждую функцию отвечает отдельная нейросеть. Швейцарские и японские инженеры реализовали идею крошечных роботов, способных выполнять полезные задачи. Для расширения функциональности миниатюрных устройств их просто научили работать в команде. Например, два робота могут нести груз, третий измерять пройденное расстояние, а другие передавать данные от измеряющего робота к толкающим. В новом технологичном шлеме Striker 2 HMD пилоты истребителей смогут видеть сквозь корпус самолета. Это второе поколение шлема Striker HMD. И если ранее в шлеме пилот мог видеть перед собой информацию о наклоне истребителя и положении вражеского самолета, то теперь летчики получили дополнительно систему ночного видения и видение сквозь корпус. Причем вторая технология очень проста. Дело в том, что на корпусе самолета устанавливаются несколько камер, которые и дают изображение, транслируемое в шлем. Но не все, а по аналогии с виртуальной реальностью. Только то, которое увидел бы пилот при текущем повороте головы, будь самолет действительно прозрачен. Первые люди на Луне выяснили, что проще всего передвигаться по ней прыжками. Поэтому и для лунных роботов было бы логично выбрать именно такой способ передвижения. Это и сделали разработчики робота Space Bug. На Луне робот сможет подпрыгивать на высоту до двух метров, каждый раз отталкиваясь всеми четырьмя ногами, как антилопы-спрингбаки, способные разогнаться до 90 километров в час. Чтобы сэкономить топливо при запуске ракеты с Земли, компания Virgin Orbit решила сбрасывать их с самолета. Недавно компания подняла свою ракету Launcher One, прикрепив ее к самолету Boeing 747-400, и сбросила с 10-километровой высоты. Двигатели пока не включали, чтобы посмотреть, как вообще пройдет процесс отделения. Но в конце 2019 года Virgin Orbit планирует уже отправить таким образом ракету на околоземную орбиту. Порядка 30 тысяч шахт по добыче драгоценных металлов и других полезных ископаемых в Европе в свое время заброшены и затоплены. Чтобы продолжить их разработку, надо знать, где есть ценные ископаемые, а где нет. Но карты устарели, а людям погружаться опасно из-за возможных обвалов. Остается только послать туда роботов. Роботизированный Diver UX1 Robotic Explorer способен перемещаться по тоннелям на протяжении 5 часов без остановки. И благодаря 5 встроенным камерам показывать исследователям каждую стену, поворот и обвал внутри запопленной шахты. И это еще одно отличное применение для роботов. Кстати, помните, мы рассказывали, что домашний робот Джибо в мае объявил владельцам, что скоро его серверы отключатся. Так вот, оказалось, что для многих робот стал членом семьи, и владельцы вовсе не готовы мириться со смертью робота. Они объединились в группе в Facebook, где поддерживают друг друга, дают советы по устранению неполадок и делятся фото и видео своих любимцев. И это настоящая история про любовь, смерть и роботов. Ставьте лайк видео и не забывайте подписываться на наш канал.